Привет, друзья! Вы смотрите Банальное ТВ, с вами Турвей. Сегодня мы с вами посмотрим на новую игрушку на моем канале, которая называется Флотсэм. Эта игрушечка это некий такой градостроительный симулятор, но только здесь мы город строим не на земле, да, как вы привыкли, как все привыкли, а здесь мы строим плавучий город. Вот, можно провести такую параллель между рафтом, вот, потому что здесь, как бы в рафте, ты один на одном маленьком, как это называется, на одном маленьком плотике обстраиваешь, потом делаешь такой мини-городок для себя. Но здесь все более глобально, здесь более большой город ты строишь, здесь ты управляешь не одним человечеством, а сначала их дается вроде как три, потом я не знаю сколько их дается. В общем, давайте мы с вами начнем новую игру. В общем, в принципе, обучение я уже прошел, поэтому мы с вами посмотрим, так сказать, сразу все, без обучения. Тут сейчас будут вылезать вроде как подсказочки, мы их просто закроем, потому что я, в принципе, разобрался. Так, как назовем наш город? По-русски можно? Можно даже по-русски. Давайте город будет называться Плавучий... Плавучий городок... Городок... Плавучий городок, в принципе, нормальное название для плавучего города. Так, жмем на паузу, в общем, что мы с вами имеем. У нас есть три чебуречка, вот они такие красивенькие. Жалко, нельзя ближе приблизить, я не знаю почему. Ну, в общем, вот они такие красивенькие. Сэмми флот. Их, кстати, можно переименовывать. Вот это, кстати, круто. То есть у нас есть три пацана. Ну, давайте я их переименую. Допустим, это будет Турбентий. Это будет Турбентий. А, то есть мы их не переименовываем. Это мы ему делаем... То есть мы ему не имя делаем, если так. Да, это мы ему не имя меняем, а его... Как это называется? Прозвище. Ну, ладно, будет Сэмми Турбентий флот. Потом Мако Сергунтий. Мако Сергунтий. Вотерволкер. Вотерволкер это гуляющий по воде, так скажем. И Зим Джуй Цитрус. Зим Джуй Цитрус. Нормально. Ребята, в общем, смотрите, что мы изначально должны делать. Давайте мы осмотримся. У нас здесь куча мусора. То есть, да, вот это наше сердце города. Так оно здесь называется. Так вот это мы можем убрать. Это я уже все, в принципе, прошел. Обучение у нас есть. Сердце города. То есть, это наше самое главное. Наша столица, так скажем. Потом у нас есть куча мусора. Вот здесь куча мусора. Здесь куча мусора. Здесь больше пластика. И смотрите, что мы делаем. Мы нажимаем вот сюда. Установить буйок сбора ресурсов. То есть, делаем вот так вот. Здесь у нас сразу показывается, сколько человек будет собирать. И что здесь мы можем собрать. Здесь у нас пластиковых отходов. Мы сможем собрать аж 68 штук. И также, допустим, вот сюда тоже пошлем. Здесь у нас больше по дереву. Но нам как раз таки нужно дерево тоже побольше. Это мокрая древесина. Потом ее надо будет, друзья, сушить. Сюда давайте мы двух отправим наших поселенцев. Все, включаем. Убираем паузу. Включаем вторую скорость. И вот они, молодые наши, хорошие ребятушки, поплыли собирать древесину. В общем, достаточно прикольная тема. Так, у нас здесь показано, сколько вместимых складов. То есть, пока что у нас все в главный наш этот, в сердце города складируется все. Но потом нам нужно будет построить склады. Другие склады. Ну, смотрите, видите, вот у нас уже сверху мокрая древесина. 10 штук мы уже собрали. И 10 штук пластиковых отходов. То есть, сейчас у нас они потихоньку будут собирать. Давайте я даже ускорю сто... Пу, блин. Ускорю время. Так, тут здание, что нам пишут. Чтобы начать строить. Ну, это я знаю, это я знаю. Так, кстати, мы, может быть, даже уже можем что-то построить. Да! Мы можем уже построить. Давайте мы построим помост для начала. Помост, допустим. Вот. Подождите. То есть, мы вот так жмем. Да, и мы можем, чтобы за восьмерку... Такой небольшой помостик мы сейчас построим. Вот такой. Пусть строится. И к нему пристроим склад сразу же. Складик. Чтобы не было проблемы с переизбытком деталей различных, различного мусора. Чтобы он сразу складировался на склад. Вот они, смотрите. Пацаны. Пацаны строят просто в троечка. Блин. А вот я не понимаю, почему нельзя увеличить. Кстати, у нас здесь есть справа подсказка. Парусник на скалах. Кто-то пытался построить город на этом острове. Плохая идея. Учитывая мусорные приливы. Зато, похоже, тут есть разбившийся скал и парусник. Нам может пригодиться его мачта. Но чтобы там собрать ресурсы, нужно лодку построить еще. Перед этим. Вот такой вот у нас тут. Блин, капец. Кто-то хотел, видите, здесь город построить. Но в итоге хреново у него это получилось. И нам было бы круто, конечно, забрать мачту. Но пока что нам это недоступно. Так, а где наш город? А, вон наш город. Если что, ребят, смотрите. Если мы потерялись вдруг. Сверху есть кнопка навести камеру на сердце города. И мы сразу оказываемся в сердце города. Все, пусть дальше собирается. То есть, видите, такой помост мы построили. То есть, весь город будет состоять, грубо говоря, из таких помостов. То есть, туда-сюда их будем строить. И тем самым город будет расширяться. Также мы можем, смотрите, посмотреть на наших поселенцев. Турбенти, Сергунти, Джуй. Кстати, а тут даже у каждого свои какие-то фишки. Турбенти, торпеда двигается быстрее. То есть, реально, турбо. Новый мир, временный прилив сил. Потом здесь. У Сергунтия жажда во рту. То есть, у него жажда растет быстрее. А у Джуя быстрее устает. То есть, самый нормальный, ну, в принципе, как и должно быть. Турбенти банальный, самый нормальный пацан. Потребности подопечных. Но это все понятно. Им надо и воду. Им надо и воду, и голод. Короче, надо все это дело, естественно, контролировать. Пока что, в принципе, еда, вода у нас есть. Нам это не особо нужно. Что мы можем построить? Вот что самое важное, это сушилка. Нужно построить, желательно будет сразу две. Нам на две сразу хватит. Не, нам пока что сразу на две не хватит. То есть, нам нужно еще немножко мусора. Так. Капец, они быстро. Так, давайте. Вот, еще одну сушилку сразу же построим. Она сюда, блин, не встанет. Давайте лан с этой стороны. То есть, две сушилки. Будем сразу бревна здесь сушить, потому что из мокрых бревен ты особо ничего не построишь. Нужны сухие бревна, чтобы что-то строить. Потому что, ну, блин, вы понимаете, что из мокрых бревен вы что построите? Ничего. Сразу же нажимаем сюда, выбираем сухая древесина и все. Сейчас они сюда будут вешать бревна, они будут сушиться. В общем, очень круто. Смотрите, ребята, вообще в чем суть. То есть, пока что, да, мы вот здесь вот отстраиваемся, отстраиваемся. Потом у нас есть карта, глобальная карта. И мы сможем поплыть. Допустим, вот сюда нам надо будет поплыть. Но для этого нам нужен как раз-таки парус. Когда мы его получим, мы сможем плыть куда угодно. И тут, видите, различные. То есть, туда-сюда можно будет поплыть. Причем, смотрите, вот здесь нужно будет уже за нефть плыть. То есть, сначала можно за парус, а потом уже надо будет за нефть. Ну, пока нефти у нас, конечно, нет. У нас и паруса-то нет. В общем, вот так, ребят. Я надеюсь, что вы поддержите лайком данную серию, данную игру. Если вам реально понравится, будет круто, если мы продолжим в нее играть. Потому что, как по мне, игра прикольная. Игра прикольная. Так, давайте поставим еще одну здесь. Так. Здесь тоже мы, естественно, делаем древесину. Вот, видите, они там повесили древесину. И она там как бы сушится. Вот как-то так. Так, это кто тут флексит? Турбенте, ты что тут флексишь, братан? Что он делает? А, ему нечем заняться, я понял. Так, давайте паузу нажмем. Потому что здесь, да, если поставим два, сразу Турбенте поплывет. А то стоит, блин, отдыхает. Совсем уже охренел. Турбенте, блин, банальный. Так, ребята, ну что у нас тут? Пока что мы просто ждем. А, подождите, мы можем еще что-нибудь построить. Так, пацан хочет жрать, но он еще пожрет. Давайте, наверное, мы куда-нибудь в эту сторону, допустим, пустим. Допустим, пустим. Можно сразу, причем, на 16. Вот так вот. Чтобы сразу, знаете, было, было у нас много места. Причем, смотрите, они все разного цвета, это тоже прикольно. То есть они разного стиля, разного цвета. Также надо будет в скором времени построить маленький дом. Три маленьких дома для трех пацанов. Но, видите, на один дом нужно шесть сухого дерева. Дерево сушится достаточно брендолго, то есть по три. Но, в принципе, на один дом нам сейчас уже хватит. Опа, опа, опа. Раз, два, три, четыре, пять. А еще одно, вот, шесть. Так, теперь можно, давайте один домик мы построим. Домики, я думаю, будем строить как-то вот так вот, вокруг сердца города. Так, первый домик сейчас будет построен. То есть, в принципе, ребят, мы с вами достаточно быстро движемся. То есть, восемь минут прошло, а у нас уже, в принципе, такое самое основное есть. Но самое, что интересно, видите, у нас есть также исследование. Нам нужно получать очки исследования. И с помощью них мы сможем открывать новые различные штучки, дручки для нашего города. Вот, как-то так. Так, что он там строится? Строится. Блин, вот это, кстати, вот это реально мне нравится. Потому что, видите, здесь помост такой. Здесь помост такой. То есть, оно не одинаковое. Да, видите, вообще, то есть, оно такое различное. И это очень круто. Это сразу, вот это сразу видно, что разработчики, ну, постарались. Еще, кстати, ребят, как вам такая стилистика, знаете, рисованная? Мне, мне, блин, заходит. Я люблю подобную стилистику. Так, кстати, вот этот надо. Давайте мы уберем метку, новую поставим вот сюда. Вот так-то лучше. Так, братан, иди обратно. Сейчас он поднимется, Сергунтий. А, нет, я думал, он поднимется и пойдет обратно, но нет. Так, у нас сейчас будет снова сушое дерево. Сушое сухое. Вот, ребят, смотрите, как, кстати, выглядит маленький дом. Это просто кровать. Блин, жалко, нельзя его. Я хочу как-то увеличить, посмотреть, но это, блин, не сделать. Может, можно как-то так? Нет. В общем, смотрите, у нас кровать. С тумбочкой прикроватной. Причем на кровати подушка. По-моему, какая-то игрушка, или мне кажется. И будильник, естественно, на тумбочке. Так, у нас есть еще шесть сухих деревьев. Еще один домик строим. Прям максимально близко вот так вот. Чтобы они, знаете, могли перед сном поболтать друг с другом. Может, там... Ну, ладно, неважно. Неважно, что я хотел сказать. Так. Также нам надо будет скоро построить, во-первых, причал. Потом спасательную лодку. И рыбацкую лодку. Ну, самое главное, наверное, да, спасательную лодку будет, чтобы собрать мачту. Но для того, чтобы нам построить, как вы видите, причал, нам нужна будет веревка. А чтобы построить веревку, нам нужна будет доревестная мастерская. Вот как-то так. Поэтому, друзья, пока что довольствуемся тем, что есть. Потихонечку развиваем наш город. Ребят, я думаю, что серии по этой игрушке будут минут по 20 выходить. В общем, ребят, давайте так. Если соберется 777 лайков, я запишу вторую серию. И также, ребят, вы обязательно в комментариях пишите, поскольку вам будет интереснее смотреть. То есть... Так, это не то. Не то хотел нажать. Да тихо ты. Допустим, серия по 20 минут. Там, по 15, по 30. Напишите, как вам будет удобнее смотреть эту игру. Блин, вот тут вот. Вот эта хрень, видите, висит, которая... Я не знаю, если я под ней поставлю кроватку, нормально будет? Как-то... Как-то... Блин, ну мне самому будет некрасиво. Давайте вот одна кроватка будет здесь отдельно стоять. Сейчас мы, кстати, даже посмотрим, кто в ней будет спать. Потому что эта кровать у нас принадлежит турбенчу. Эта кровать у нас принадлежит Сергунчу. Но, в принципе, все как должно быть. Мы с Сергунтием, так сказать, не разлей вода практически. А джуй там один. Пусть себе сидит, спит. В принципе, это его... Это его маленький домик будет. Так, у нас... А, кстати... А, ё-моё. У нас проблема-то в том, что у нас скоро переполнится. Все, надо еще один склад построить. Так, здесь я не буду строить, потому что здесь туда дорога пойдет. Вот так вот здесь. Вот здесь вот построим склад еще один. Можно сразу, кстати, вот здесь вот сюда пустить дорогу, чтобы я случайно ее не застроил. Потому что я когда играл чисто для себя, ну, чтобы так посмотреть, что да как, я, блин, случайно застроил, и было уже некрасиво. А так намного лучше будет. То есть у нас реально такие дороги появляются. Мне, кстати, вопрос. Кстати, видите, справа сверху у нас показано, сколько у нас населения города и вместимые жилья. То есть у нас три человека, три домика. То есть все как должно быть. Но я, кстати, не знаю, как новых пацанов собирать. Дождите, а что он уснул тут? А, у Джуи, потому что кровати еще нет. Он тупо уснул. Тупо уснул на земле. Так, сейчас давайте, ребят, построим у нас новый склад. Так, все, Джуи. Джуи, у тебя есть домик свой. Маленький дом. Джуи, иди спи в дом. Ладно, пусть... Джуи пофиг, где спать, в принципе. Так, кстати, что нам нужно, чтобы построить... О, древесную мастерскую. Мы уже можем построить. Давайте-ка мы ее намутим где-то. Давайте вот так вот. Где желтенькое? Где желтенький такой причальчик? Там построим у нас... Ого, блин, это что такое? Это мегалодон? А он не будет жрать наш дом? Кстати, вот этого я не знаю. Не будет ли никто ломать наш город? Так, куда я подевался? Так, давайте-ка мы точку сбора... Блин, не, ну здесь уже далеко. Давайте вот здесь еще поставим. Все, два человека пусть идут собирать. Так, сейчас построится у нас древесная мастерская. Мы, кстати, что можем еще построить, в принципе? В принципе, пока что все. Все, сушилка. Кровать, склад у нас. Я думаю, склада нам пока хватит. А, вот, кстати, надо будет потом еще построить дистиллятор. Вырабатывай пресную воду от чая, морскую воду от соли. Это, кстати, тоже прикольно. Это нам тоже скоро понадобится. Вода у нас заканчивает за потихоньку. Еда, кстати, тоже. Надо будет скоро рыбацкую лодку строить. Кстати, вот здесь у нас косяк рыбы. Можем на него нажать, да? Да, мальки. А мальков можно жрать? Наверное, да. Так, стоп, пауза. Здесь мы, смотрите, что выбираем. Здесь мы выбираем, что нам нужно построить. Допустим, веревку. Плюс один, плюс один. Дрова. Плюс один, плюс один. Веревку, плюс один. И еще дрова. Чтобы у нас всегда были дровишки. А, подождите, а можно как-то сделать так? Автоматическую очередь можно поставить. А, не. Ну, давайте, ладно, очередь так поставим. Пока что строим две веревки, две дрова. Дрова нужны, ребят, будут, чтобы как раз-таки очищать воду. Все, нажимаем play. Давайте, кстати, сохранимся на всякий случай. Новое сохранение. Сохранить. Один, два, три, четыре. Принять. Продолжить, продолжить. Так, друзья, продолжаем. Блин, многие пацаны уже хотят спать. Ну, ладно, у них... О, вот, видите, пацан пошел. Пацаны, это кто у нас работяга? Кто у нас работяга тут? Что-то я не понимаю. Подождите, это Сергунтий, да, вроде? Так, если это Турбентий плавает. Алло. Плавает. А, Сергей, понятно. Джуй, работяга. Джуй нас, работяга. Пацаны. Джуй нас будет работать. Так. Можем посмотреть, кстати, весь наш инвентарь. Чтобы это сделать, нужно нажать вот сюда. Здесь мы видим, что у нас есть. Консервы. Сколько же ротвы у нас? Пластиковые отходы. Морская мокрая древесина. И сухая древесина. Интересно, где будет показано, сколько у нас... А, вот здесь, нет, подождите. Экспортируют дрова. А веревку, когда мы куда-нибудь веревку отведем, у нас будет показано? А, вот, да, здесь все показано. Веревка. Дрова. Нормально. А, подождите, раз у нас есть веревка, то мы можем уже построить причал. Вот причал это круто, друзья, как по мне. Только я не знаю, куда его всунуть. Так, если мы его тут сюда всунем. Лодка. Просто я не знаю, как, блин, лодка. А, давайте причал вот здесь поставим. А, ну вот как он. Ага. Ну, нормально, кстати. Здесь, я думаю, будет красиво. Все, пока там ничего строить не будем. Можно даже выкал. Либо... Да, пока выключим, давайте. Сейчас причал построим, и можно будет лодку намутить. А для лодки нам нужно... Нам, в принципе, тоже можем, но нужно сначала причал построить. Блин, ребят, ну мне игрушка очень нравится. Не знаю, нравится ли вам подобного рода стратегии, но, по-моему, реально очень круто. Такой стиль у него. Круто, как раз-таки морская тематика на моем канале приветствуется, как вы знаете. Так, дистиллятор мы, кстати, можем построить? Пока что еще нет. А почему? Нам не хватает сухих... Да, нам не хватает сухих досок. Но ничего, сейчас они насушатся, и все будет хорошо. Блин, ну то, что у нас будет причал, это прям круто. Так, турбенте работяка. Турбенте тупо пожилой, пожилой бист. Опа, все, причал есть. Давайте построим лодку. Ебой. Пацаны, смотрите, сейчас будет реально круто. Строим лодочку, и на этой лодке мы сможем... О, кстати, давайте уже прочитаем. Про это я уже не читал. Лодки можно использовать по-разному. Для сбора ресурсов или ловли рыбы. Чтобы настроить лодку, нужен пустой причал. Что построить? Это пустой причал. Можно пришвартовать. У разных лодок разное предназначение. Е. Отлично, блин, ребят. То есть, я думаю, что и ресурсы намного быстрее будут собираться у нас на лодке. В принципе, это логично. Так, также... О, давайте построим этот дистиллятор. Дисти-хоренятор. Как раз-таки вот здесь он встанет, я думаю, в самый раз. Здесь у нас такой промышленный квартальчик. Так, я думаю, что нам надо тогда делать еще дровишки. Включаем. Пусть отделаются у нас дровишки. Так, сейчас лодка построится. Попробуем съездим за мачтой. Потому что когда у нас будет мачта, это прям круто. Причем, смотрите, реально знак парковки. Вот это реально прикольно сделано. То есть, ребят, игра... Блин, игра реально сделана с душой, как мне кажется. Так, что такое? Что не хватает? А, ну не хватает, видимо, нужный рисунок. Ну да, не хватает, потому что сухой древесины пока что. Но это не страшно. Так, лодка почти построена. Блин, ну это круто. А, можно капитана сюда. О, можно назвать лодку. Блин, давайте ее назвать. The Speeding Cell. Давайте назовем ее... Быстрая улитка. Быстрая улитка принять. А то-то название мне... Блин, вот только, знаете что? Вот в таких играх мне не нравится, когда делают перевод. Блин, шрифт. Русский шрифт какой-то некрасивый. Так. Я так понял, смотрите. Мы можем сделать теперь вот так вот. И направить... Или, подождите, или как это? А, вот, сбор ресурсов. Нет? Да, сбор ресурсов. Отлично. То есть, мы там соберем мачту, четыре веревки и металлолом. Так, а кто у нас поплыл? Паузы. Капитан, Тонс, капитан. Это Джуй, да? Да, Джуй. Джуй тупо поплыл. Блин, а его не сожрет вот этот мегалодон? Или что это такое, блин? Что-то очень странное. Прям... Блин, реально что-то прям дико страшное. Как по мне. Но прикольное. Но прикольное. Не знаю, как вам. Мне кажется, что это прикольное. Я даже сделал такой скриник. Ха-ха. Для красоты. А может, на превьюшку пойдет. Так, давайте посмотрим, как тут Джуй пойдет собирать ресурс. Мне просто интересно, как он повезет... О, тут тоже, видите, такой причал. Как он понесет эту мачту, мне интересно. Так, он бежит. Бежит наш. Джуй бежит. Бравый Джуй. Так. Пацаны, вот так вот собирается мачта, если вы не знали. Мастерские. Рецепт. Ну, это я уже, в принципе, разобрался. Самое, блин, самое, ребят, самое главное, что игра вообще не сложная в освоении. Может быть, конечно, это мне так кажется сейчас. Но, по-моему, она реально достаточно простая. Так, блин, вот так вот. Опять я потерялся, где мы находимся? Опачки. Все, вот наш город. Так, что нам не хватает? Что нам не хватает? А, у нас, что ли, переполнены опять? Да вроде нет. Сушилка. А что нам не хватает? Что-то я не понимаю, что это значит. Нужны ресурсы, производство остановлено. А в смысле? А, у нас мокрой древесины нет. Я понял, я понял. У нас нет мокрой древесины. Так. Подождите, давайте мы эти буйки удалим. Убрать метку. Убрать метку. Убрать метку. Так, новый буйок вот здесь вот поставим. И можно его, кстати, увеличить. Во. И пусть вдвоем тут пацаны работают. Все, нормально. Так, здесь нам не хватает дров. А, здесь надо, потому что... Вот мы выбираем воду. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Пусть 7 вод здесь будет. Сейчас, кстати, дрова у нас есть. Сейчас пацан понесет, по идее, дрова сюда. Да, здесь будет переделываться вода. Так, приплыл Джу у нас с мачты, по идее. Но он почему-то ничего оттуда не вынул. У нас теперь есть мачта. И это круто. Только я не знаю, как ее поставить. Надеюсь, что мы разберемся. Так, отлично. Мы собрали ресурсы. Так, пацаны, давайте мачту как-то устанавливать. Что я не знаю, как это делается. Надеюсь, что это не сложно. Пацаны, вы будете лодку тут разбирать? О, пришел пацан. Собрался. Засунулся на склад. Так, вопрос. Как мне теперь мачту поставить? Как бы она есть. Я могу как-то установить? Так, подождите. Может быть, я могу здесь построить что-то? А, во! Могу, да. Позволяет городу перемещаться. Во, ребята! Куда, блин, его поставить? Может быть, куда-то вот сюда? К нашему сердцу города? Давайте вот так вот поставим. Так, сейчас, ребят, мачта, наверное, построится. И мы первую серию будем заканчивать потихоньку. Так, у нас вода там делается, вроде. Вроде должна. Да, водичка делается. Вода нам, по идее, дает воду. Если я не ошибаюсь. Все, ребят, давайте, стройте, стройте, блин, паруса. Пацан хочет попить. Сейчас попьет. Да, видите, вода сразу уменьшилась. Пацаны, стройте парус. Хватит собирать ресурс. Это, конечно, хорошее дело, но парус нам тоже нужен, блин. Пацаны. О, это сейчас будет строить. А, нет, не будет. Этот пошел сушить. Во, пошел строить. Пошли строить, пацаны. Красавчики. Смотрите, какой мускулистый турбентий. Это ж турбентий? Ну, да, да, это вроде турбентий. Пожилой у нас полно только турбентий. Блин, смотрите, круто, круто, круто. Блин, не, ну выглядит это прям, ребята, прям супер-пупер, как мне кажется. Давайте мы на этом первую серию закончим. Друзья, обязательно подписывайтесь на канал, если вдруг еще не подписаны. Ставьте большие пальцы вверх. Пишите свои комментарии. Это новая серия по флотсам. Не заставит себя долго ждать.